Здравствуйте, дорогие рыбки! Меня зовут Станислава, я экстрасенсорный астролог и психолог, а это ваш общий астрологический прогноз на август 2019 года. В этом месяце у нас два новолуния, два разворота планет и еще множество других интересных событий. Первое новолуния случается в вашем шестом доме, а второе уже в конце месяца, в седьмом. Новолуния 1 августа, первое в этом месяце, совпадает с разворотом Меркурия в прямое движение в вашем пятом доме и соединением Марса и Венеры, также в вашем шестом доме. Поэтому для тех, кто одинок, ищите любовь на работе. Для тех, у кого нет работы, ищите работу по любви, тогда с большей долей вероятности вы найдете ее. Это время любить рутину, то, что вы делаете каждый день. Это время любви к себе, любви к своему телу, это время заботы о своем здоровье. По такому новолунию у вас может появиться новое здоровье. Вы можете впервые обратиться к врачу с целью оздоровиться. Вы можете сами, наконец-то, начать вести здоровый образ жизни, начать новый этап. Например, новое питание или новый распорядок дня или новые физические нагрузки. По-новому что-то вы начнете делать, то, что вы делаете каждый день. Может быть, вы просто свой рабочий график перестроите. Если вы домохозяйка, аналогично у вас, возможно, ваши дела домашние будут пересмотрены, облегчены. Может быть, появится помощник, может быть, ваш ребенок в это время, если у вас есть ребенок, начнет вам помогать, наконец-то, по дому. Также вам могут начать помогать в этот период, первую декаду, ваши возлюбленные, помогать по работе, ваши возлюбленные. И работать вместе с вами тоже. Возможно, в этом месяце кто-то из вас ищет работу. И тогда я вам скажу, что занимайтесь поисками работы по любви. Пусть вам помогают ваши любимые люди. И это хорошо будет, если будут помогать. А также вам могут помочь найти работу ваши дети. Если вы в возрасте, у вас дети взрослые. Период благоприятен для прохождения собеседований весь август, в особенности с 11 по 29 августа. Очень благоприятно, если вы уже устроились на работу. Здесь вас в августе увидят как прекрасного работника. Для кого-то будет выплата зарплаты первой, если вы устроились на работу. Для всех остальных граждане хорошо все будет с работой. Если у вас и так все хорошо с работой, не переживайте. Просто что-то новое, может быть, новые должностные обязанности у вас появятся. Либо новый сотрудник придет на работу. Вот если вы одинокий, вы можете влюбиться в какого-то новенького на работе. Вы можете, кстати, если вы работодатель, для вас также благоприятен период для подбора сотрудников. Для работодателей, для тех, у кого свой собственный бизнес, очень хорошее время, середина месяца, когда Юпитер развернется в прямое движение. В вашем 10 доме вы сможете улучшить свои навыки руководства. Руководить вам станет проще, легче. Возможно, у вас тоже появится помощник. Либо вы приобретете какие-то новые знания, которые позволят вам быть более успешным в роли руководителя. Если вы отличный работник, то вы можете стать руководителем, а смогут повысить в середине месяца. Очень вероятно повышение, потому что Юпитер, разворачивающийся в вашем 10 доме карьеры, одновременно с этим Меркурий переходит в ваш дом работы. Поэтому подъем по карьерной лестнице у тех, кто старался и стремился к этому. У тех, кому есть куда подниматься, вы поднимаетесь. Если вам некуда подниматься, вы достигли какого-то потолка, значит, смотрите на следующий. Подсказка вам от следующего транзита – это разворот урана в ретро. Он разворачивается в вашем третьем доме. Соответственно, если вы уперлись в какой-то потолок, либо по должности, либо по финансовый потолок, вам не повышают зарплату, значит, вам нужно идти учиться. По ретро-урану очень благоприятно отправляться на учебу. И вот пока уран будет ретроградить до 11 января 2020 года, пожалуйста, любые курсы, повышение квалификации, прекрасно идти учиться на учебу в школы, различные школы, продолжительные какие-то годовалые курсы, трехмесячные курсы. То есть любой период, вы можете даже дома просто открыть и книжки читать, все равно будет очень для вас благоприятное время. Полнолуние случается в этом месяце в вашем 12 доме, поэтому рекомендую вам изучать что-то связанное с духовностью. Даже если вам нужно повысить финансовую грамотность, значит, изучайте медитации на богатство. То есть сочетайте практические, практичные знания, вполне такие земные и материальные, с водолейскими, с ураничными, с небесными, скажу вам так, знаниями. Поцелуем Урана для вас может стать прикосновение к каким-то очень тайным знаниям. Тайна может открыться вам в это время буквально во сне. Вы можете ясно видеть во сне и наяву. Этот поцелуй подарит вам возможность выхода на новый духовный уровень развития, знания. Какую-то книгу вы можете так полюбить, что будете просто ее целовать. А быть может, это будет начало вашего нового романа. Или это будет выход на новый уровень развития в ваших отношениях. Это будет выход, похожий на то, как будто бы вы эмигрировали, как будто вы переехали, как будто бы климат вашей жизни поменялся кардинальным образом. Вторая половина месяца знаменуется для вас энергетикой брачно-любовных взаимоотношений. В вашем седьмом доме союзов по любви и любых других содружеств будут пять планет. Три планеты и два светила. Марс заходит в ваш дом супружества и содружества. 18 числа, Венера 21 числа, Солнце 23 числа, Меркурий 29 числа, Луна 30 августа будет в вашем седьмом доме соединяться с Солнцем. Рекомендую заключать браки уже после 30 августа. А до того, конечно же, это договоры, переговоры, передоговоренности. И заново вы можете открыть для себя своего супруга, если вы уже в отношениях, и словно бы еще раз выйти замуж, или словно бы еще раз жениться. Соединение второе за этот месяц и самое важное соединение Марса с Венерой 24 августа. То, что произойдет в районе 24 августа у вас в отношениях, будет основой для их развития на следующие два года. У кого-то здесь будет прорыв в отношениях и выход действительно на новый уровень взаимодействия. Возможно, этот выход на новый уровень взаимодействия произойдет через конфликт, через решение и разрешение спорных ситуаций. Возможно, вам придется повоевать за любовь или ее отвоевать. У кого-то здесь может быть развод через суд, и вы очень будете желать этого, к примеру, потому что вы уже в кого-то влюбились, уже кого-то полюбили, и уже, собственно говоря, хотите заключить новый брак, но вам нужно сначала развестись. Судебные дела. Может быть, у вас появится такой партнер, который словно бы мечом разрубит все ваши старые привязки, все ваши старые энергетические даже привязанности к вашим бывшим партнерам, чтобы наконец-то начать с вами благоприятные отношения. Союзы могут быть заключены после разрыва каких-то старых прошлых связей. Решения суда могут приходить в это время, полюбовные решения. Когда договорится, наконец-то, оппонент с оппонентом, и это время благоприятно для гармонизации отношений любых, в том числе с вашими начальниками, подчиненными, коллегами, партнерами, клиентами, вообще с любым другим человеком. И, мои хорошие, да, рекомендую вам во второй половине месяца избавиться от связи, которые вам мешают, от врагов, также превратив их в друзей или просто выйдя на нейтральные отношения для того, чтобы положительные отношения в вашей жизни расцвели новым цветом уже с новолуния, с 30 августа. И, собственно говоря, это уже про сентябрь, про то, что солнце с новой луной и новая энергия приходит в вашу сферу любви, брака, брачно-семейных отношений. Наладятся отношения у вас уже в первой половине сентября, но конец августа вам это откроет. Еще одно событие — белая луна переходит в ваш девятый дом. Поэтому благоприятно заключать с 30 августа браки не только тем, кто впервые выходит замуж или женится, но и тем, кто второй раз собирается это делать. Любые юридические союзы, если не брак, то любое другое соглашение, которое подписывается, заверяется каким-то представителем государства, либо просто каким-то представительным лицом. Может быть, вы вообще учиться едете, и у вас договор будет по учебе, вы будете по контракту учиться, будете деньги платить за учебу. Даже такого разряда документы все благоприятны будут. Любые судебные документы, все те бумаги, которые имеют юридическую правовую силу, будут для вас благоприятны и будут нести вам благо, удачу и свет. Белая луна будет в вашем доме юридических дел, второго брака, вторых серьезных отношений, путешествий за границу, командировок, обучения за границей и контактов с иностранцами до 29 марта 2020 года. Напомню вам, уран ретроградит до 11 января, также 2020 года. Поэтому какое-то событие может случиться в этом месяце у вас, которое повлияет на следующий вот такой большой промежуток времени. Напомню вам, что для заказа личного гороскопа обращайтесь ко мне лично, дорогие мои рыбки. Я вам очень рада, мои душевные, глубокие. Я работаю с душой, смотрю глубоко, смотрю экстрасенсорно и сверхчувствительно. Не только как ученый, как астролог, не только как психолог по своему образованию психологическому, но и как человек, тонко чувствующий и понимающий вашу душу. Хочу еще сделать ремарочку о белой луне, так как есть несколько формул расчета белой луны, та формула, которой пользуюсь я, не самая популярная. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг вы где-то услышите информацию, не совпадающую с моей, о переходе белой луны в знак Зодиака Скорпион, ваш девятый дом. Желаю вам удачи, потому что девятый дом — это дом удачи, удачного шанса колеса фортуны. Пусть вас целует фортуна, целуйтесь с любимыми, целуйтесь с книгами, целуйтесь со всем миром, целуйте свое внутреннее «я», пусть ваши сны будут наполнены любовью, пусть ваша «я» будет наполнена любовью, пусть ваш мир светится, словно бы солнце сквозь чистую вашу воду рыб. А это вода Мирового океана, будьте счастливы, всего доброго!